Значит так, в Урдулаке. Бомжи мы обнаружили, причем довольно быстро, лесополосатое, еще не зеленое, поэтому сейчас идеально работать с дальнего расстояния с СВД, но СВД у нас нет, поэтому мы максимально приблизимся к бомжам, а так как я вас уже предупреждал об инструкции открывать огонь на поражение, уберите от экрана детей, потому что как только вам и моей камере будет что-то угрожать, я сразу буду стрелять, это может происходить моментально, в путь. Дорогие друзья мои и товарищи, я хочу вам сказать очень важную вещь. Я знаю, что многие из вас собираются с оружием в руках защищать свои жизни, если вас будут насильно вакцинировать или тестировать, то есть заражать всякой ерундой. У меня есть лицензия от Ми-5 открывать огонь на поражение, как только я найду схрон бомжей, потому что вот этих влиятельных господ в этом году бомжи могут заразить гриппом, а мы этого не хотим, правильно? Мы же этого не хотим, эти люди более достойны. Вот когда умрет человек, который летает на таком самолете, неделю будут газеты и пресса об этом писать. А если мы сейчас с вами укокошим парочку бомжей, то даже трех строчек в них не будет. Старайтесь не стрелять в росбордейцев, ментов, ФСБшников и военных. Почему? Потому что они нам не враги. Они плывут в той же лодке. Их также утилизируют, как нас. Эвакуация, золото, партии. Но я шучу. Я в центр города приехал по той простой причине. Здесь я уже снимал один раз авиашоу, вы должны знать. У меня есть информация о новом схроне бомжей. Их утилизируют вместе с нами. Мы умрем примерно все одновременно те, кого заразят всякими боевыми вирусами. Уже не этим коронавирусом сопливым, а нормальными боевыми вирусами. То, что будут вкалывать или заносить через палочку. Обратите внимание, это рабочий день. Четверг. Здорово, да? Разгрузили трафик. Итак, мы в центре аэропорта Берка. Наша задача сейчас пересечь этот мост. За ним находится лесополоса, которая как бы защищает офисы даунтауна от вот этого фривея. И вот в этой лесополосе, по нашим данным, должны селиться бомжи. Причем тестирование это рулетка. Кого-то заражают, кого-то нет. А вакцинация, я так думаю, это уже будет приговор. Пустые теннисные корты. Вон, тот самолет уже пошел на взлет. Пустая парковка. Голая лесополоса. Значит, наша легенда, почему мы тут скачем в камере, заключается в том, что это не камера, а инфракрасная камера. И мы дистанционно меряем у бомжей температуру. Всегда нужно иметь какую-то хоть элементарную легенду. Подумайте головой, в какие цели вам надо стрелять. Эти цели неодушевленные. И эти цели принесут вам безопасность и победу. Впереди забрежели тенты бомжей. Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. Будьте готовы к непредсказуемому. Ну, представьте, когда все это здесь зеленое, покрытое листьями. Бомжам просто рай. Заброшенное деревушку бомжей. А может, и не заброшенное. Сейчас мы точно это узнаем. Кольт как-то сказал, что убивает не оружие, а человек. Я готов подписаться под каждым его словом. Предприняло ли правительство? О, дым это. Бабжи дома. Костерчик. Наверное, делают кофе. Вон аэропорт. Вот деревня. Ориентирован. Сейчас мы на территории их собственности. Да, они все дома, судя по всему спят. Велосипеды. Пошел самолет на взлет. Слышите, как мы близко к аэропорту для богатых. Это же ужас просто. Кругом бутылки с саками. Жизнь продолжается. Вот дедушка. Он спит. Будить не будем никого из них. Почему? Потому что раз они выскочили из общества и откололись от него, то значит, они имеют право поспать с утра. А вот их дикий кот поймал воробья. Посмотрите, внимание. Это не ваши ебаные кошаки с твиттера. Это настоящий хищник. Такой же, как его хозяева. Поэтому вы понимаете теперь, что против меня здесь их если даже по количеству палаток шестеро. А если их подвое в палатке, то дюжина. Понимаете? Но у меня есть теория безбашенности народа. И в чем она заключается? Стало известно, что будет с эксгумацией Спартака Мишулина. Известный адвокат прокомментировал громкое заявление Карины Мишулиной о том, что они с матерью готовы эксгумировать, то есть выкопать из могилы тело отца и мужа Спартака Мишулина. Для того, чтобы провести повторную экспертизу и доказать, что Тимур Еремеев не является сыном народного артиста. Моя теория безбашенности народа. Смотрите, какая прелесть. Подгребсти, что ли, вот с такой можно наглую настройку заходить в желтой одежде и понтоваться, что ты строитель, забраться на какую-нибудь многоэтажку. Но, знаете, это такая херовая карма пиздить у бомжей. Уж если пиздить, так у богатых, правильно? Или неправильно? Вот и я об этом. Неправильно это. Отсюда они, видимо, сразу садятся на поезд и как только становится холодно, едут во Флориду. Американский бомж живуч. А вон менты, по-моему, задвигались по той стороне. Ага. Значит, очень плохо, но когда вы одеты в оранжевой одежде, у вас хотя бы какая-то минимальная легенда есть. Судя по всему, домой мы поедем на автопогрузчике фирмы Ель. Вон полицейская камера с определением лица. Вот и полиция. Но никто на меня не обратит внимания, потому что, как я вам уже говорил, нужно одеваться так, чтобы вы выглядели невидимкой. Сейчас я как человек-невидимка. Ну так вот, видите поверженных медведей? Это символ того, что против Сечина введут санкции. А, кстати, самого Сечина я видел во влоге Киселева. Как там сразу же видно, что это не человек, а ящер какой-то инопланетный. Я Винсент Килпастер, человек без паспорта. И сейчас я вам покажу, как охотятся на гуся. Грудка, шейка, шура. А если серьезно, сбылась мечта Греты Тунберг и моя, этот гребаный стил-ярд выключился. Остановлена плавильная печь. Такого я не видел ни разу за 18 лет. Поэтому я, конечно, рад, но с другой стороны, сегодня в 12 ночи начинает действовать указ губернатора и людей будут обрабатывать волнами 5G. Видите, как лесополоса очень удобно и на поезд запрыгнуть, и палатку поставить. И центр города рядом, где вся их харчевня бесплатная. Всякие церковные службы приходят. Бесконечная мудрость бомжей. Бесконечная велика. В Даунтауне много бомжей. И вот здесь им ставят такие ящики. И сюда можно положить корм для бомжей, чтобы они пришли и покушали. Вот, видите, яблоки там. Чтобы бомжи, не дай бог, не пошли и не взяли корм собственными руками у богатых старелок. Вот еще две балаточки хорошенькие. Безусловно, там люди, судя по тому, как все ухоженные и белье сушится. Значит, бомжей стало больше в Кливунде. По этой трассе патрулируют менты, я точно знаю. И раз они здесь, значит, они их не трогают. Просто снимите фотографии. Пошли. Хорошо. Я не буду спрятать. Пошли. Вперед в Россию. Ты не работаешь для этого? Нет, нет, нет. Я просто взгляну. Я буду так быстро, как я пью. Вот классика американского даундауна. Дымящаяся, парящая, теплотрасса. Почти в таких же нечеловеческих условиях находятся лошади. Здесь полицейская конюшня. И вот тут их выгон. Я не хочу тебя пугать, лошадь. Я в порядке. Я не буду тебя трогать. Не буду. Сейчас гриб. Ты хорошая лошадь. Good horse. У меня нет еды. Я не знаю, как среагируют твои агрессивные хозяева. Если я буду тебя кормить. Кстати, судя по ребрам, они не особенно тебя кормят. А вон еще одна. А вон еще лошадка. Вон они. Видите? О. А вот, собственно, и менты выбрасывают. А вот, как это называется по-английски, верховые полицейские. Вон трак. Вот еще один. К ним цепляются вот такие буксирчики. Это трейлер для лошадей. Да и сама лошадь. Наверное, стоит, как можно было семью бомжей кормить года два. Но лошади, они, конечно, более редкий материал, чем бомжи. поэтому, поэтому, ребята, да здравствуют лошади. Какая прелесть, посмотрите, какой трейлер охеренный. Я бы себе поставил такой на бэк-ярд. Вот. Вот так ездит лошадь. Странно, что кондиционера нет, хотя может и есть. Все. Отвал Петрович, вон еще два таких. Тут менты. Я оставлю. Я оставлю. Я оставлю. Я не знаю. О,,,,,. О, нет! Они сделали это несколько лет, и они просто сказали, что они останавливаются как-то хибридное. Это как-то хибридное, конечно. Внутри электрический, а вверх — это гасолин. Немецы! 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 Да, да, да. Они любят их инженерировать. О, мой Бог! Это что-то круто! Я... 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 Я не волнуюсь. У меня есть мой инстаграм-стикер. Не стреляйте в Росгвардейки. Всего вам доброго! Желаю вам быстрее!